Здравствуйте, я Наталья Линда и я приветствую вас в программе Business Line. Мы находимся на выставке Arab Health 2021 в Дубае. Это мероприятие посвящено новейшим медицинским технологиям и инновационным решениям от передового оборудования для визуализации до достижений в области хирургии и протезирования. Пандемия COVID-19 создает огромную нагрузку на персонал, инфраструктуру и цепочку поставок глобального сектора здравоохранения, ускоряя изменения в отрасли во всем мире. Такие мероприятия, как Arab Health, помогают объединить бизнес и здравоохранение. В мероприятии приняли участие более 20 тысяч медицинских лабораторий и опытных специалистов, в том числе такие компании, как OpenCast. Они производят гибкие повязки для сломанных костей. По сравнению с обычными гипсовыми повязками, где кожа защищена хлопковым слоем, наша накладывается непосредственно на кожу. А значит, вы можете принимать душ, и никакого запаха изуда не будет. Врачи могут визуально оценить состояние травмы. Инновации и технологии также были ключевой темой. Медицинская технологическая компания CMR Surgical производит систему роботизированной хирургии Versius. Её можно применять в общей хирургии в гинекологии при колоректальных и таракальных процедурах. Робототехника предлагает цифровой интерфейс между пациентом и хирургом, и эта информация может быть записана в виде данных. От робототехники до медицинских устройств. В этом году мероприятие было нацелено на объединение бизнеса и продвижение отрасли вперёд. Среди участников – компания ВОСЭРа. Разработанное ими устройство должно упростить уход за пациентами. Это носимое устройство можно активировать голосом, и оно может дать инструкции или позвать кого-то на помощь. Как мы знаем, остановка сердца – это очень серьёзный случай. Счёт идёт на секунды. А с помощью этого устройства медсестра может уведомить соответствующую команду. Это сократит время и наверняка даст пациенту больше шансов выжить. Ранее в этом месяце ОАЭ стали первой страной за пределами США, получившей новейший противовирус на лечение COVID-19. Согласно данным, Сотровимап может предотвратить тяжёлое протекание болезни и летальный исход некоторых пациентов более чем на 85%. На Arab Health 2020 были заключены сделки на более чем 850 миллионов евро, и ожидается, что в этом году эта цифра будет превышена. Искусственный интеллект и технологии играют ещё более важную роль в нашей повседневной жизни, и многие страны разработали стратегии для их планирования и адаптации. Фонд будущего Дубая работает над улучшением городских условий – от стратегий автономного транспорта до блокчейна и ищет новые способы ведения бизнеса. Джейн Уизерспон поговорила с доктором Ноа Рафардом, главным футурологом и руководителем отдела международных отношений. Доктор Ноа, спасибо, что присоединились к нам. Что означает ваши должности? Они составляют две разные части нашей работы в Фонде будущего Дубая, одна из которых – попытаться понять и представить, как меняется мир, как может выглядеть будущее и что мы можем с этим сделать сегодня, здесь, в Дубае. А с другой стороны, мы живём в глобализированном мире. Дубай – самый космополитичный город в мире, здесь проживает больше национальностей, чем в любом другом городе, и очевидно, что всё, что мы делаем, нужно делать рука об руку с людьми, которые здесь живут. Значит, предвидеть будущее – часть вашей работы? Предвидеть всегда сложно. Мы пытаемся представить себе, каким может быть будущее, потому что мы никогда не можем более или менее уверенно сказать, что на самом деле произойдёт. Но если вы посмотрите на сочетание науки и новейших технологий, возникающих социальных и экономических тенденций, вы можете попытаться представить, как они смогут ужиться в таком месте, как Дубай, который очень быстро развивается. Люди здесь очень комфортно себя чувствуют. Поэтому часть нашей работы в фонде – работать с людьми, от которых зависит освещение, техобслуживание автомобилей, безопасность на улицах и вместе пытаться открыть новые возможности для будущего. Мы всё ещё переживаем пандемию, глобальную пандемию. Вы предвидели её? Вы знали, что она надвигается? Предвидеть – это сильное слово. Я уверен, вы слышали часто злоупотребляемую фразу о том, что будущее уже наступило. Оно просто неравномерно распределено. Дубай – глобальное место, и часть нашей работы – иметь глобальную сеть экспертов, художников и дизайнеров. Пандемия начала развиваться в январе и феврале в Азии и Китае. Многие из наших друзей и коллег были там, и мы начали замечать, какое влияние она оказывала на экономику этих стран, на общество, за несколько месяцев до прихода к нам. Я думаю, что отчасти быть футуристом – это быть чувствительным к этим возникающим изменениям. К примеру, если взять пандемию, мы все глобально связаны с самолётами. Это всего лишь вопрос логики и времени. Если что-то происходит в восьми часах лёта, то в конечном итоге это прибудет и сюда. Поэтому мы очень рано осознали, что может представлять из себя это прибытие. И к тому времени, когда всё случилось, мы были хорошо подготовлены. С географической точки зрения, то, где мы находимся – пищевые цепочки, изменение климата – как это влияет на жизнь здесь, в этом регионе? Массово это будет только ускоряться. Я имею в виду, что ОАЭ, как и многие страны Персидского залива, импортируют около 85% продуктов питания, опресняют около 85-90% воды. Руководство осознаёт, что это стратегический риск. Но также огромная возможность для роста, огромная возможность для инноваций, потому что у пищевой промышленности по всему миру есть много недостатков. Опреснение воды требует огромного количества энергии, оказывает огромное воздействие на окружающую среду. То же самое и с мясом, и со многими вещами, которые мы принимаем как должное в нашей жизни в 21 веке. Но получается, что такие угрозы также представляют собой необычайный стимул и исключительные возможности для нас полностью переосмыслить природу нашего бизнеса, нашей экономики, пищевой цепочки, нашего собственного самосознания. Тунис считается первопроходцем в выращивании средиземноморских водорослей. Красные морские водоросли используются в качестве гелеобразователей и загустителей, которые всё чаще заменяют продукты животного происхождения в некоторых пищевых, косметических и фармацевтических препаратах. Выращивание морских водорослей – большой бизнес в Тунисе. Красные морские водоросли научились даже превращать в мясо. Наши текстурирующие продукты используются в кондитерских, хлебопекарных и молочных продуктах. Мы разработали продукт, который может полностью заменить животные белки. Есть даже наггетсы, основанные на наших текстурирующих продуктах и растительных белках. Это означает, что они не содержат мяса, но их текстура и вкус его напоминают. Это первый урожай в промышленных масштабах после многих лет исследований. Мы делаем так. Мы помещаем эти водоросли в естественную биомассу в сети. Они растут. Когда они вырастают, мы собираем 80% продукции и сушим их. Затем скатываем в шарики и отправляем на фабрику. К 23-му году они надеются достичь 80 гектаров культивируемых морских водорослей и стать частью нового поколения сельского хозяйства. Это всё, на что у нас есть время в этом выпуске «Бизнес лайн». Но мы обязательно скоро вернёмся с обзором крупнейших деловых и инвестиционных новостей со всего мира. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok